Специалисты констатируют тотальный подрыв доверия ко всем самым важным социальным институтам. Никому нельзя верить. В этих словах отчаяния слышится злость, разочарование и растерянность. Для многих философия «не верь никому, кроме себя самого» стала основополагающей, в силу убежденности в том, что окружающими движет только корость и желание манипулировать людьми. Увы, поводов думать именно так у нас предостаточно. После жестоких разочарований, предательств и потерь, мы все меньше верим в порядочность и доброжелательность людей, организаций и институтов, призванных защищать, помогать и поддерживать. Они все больше теряют кредит нашего доверия. Естественно, разумная доля недоверчивости помогает избежать серьезных проблем и защититься от неприятностей. Учитывая реалии мира, в котором мы живем, неосмотрительно доверять всем и всему. Как говорится, доверяй, но проверяй. Но в этом и кроется проблема. Мы чувствуем, что принцип «каждый за себя» и «гляди в оба» не является нормальным устройством для нашего мира. На фоне такого положения вещей мы отчаянно нуждаемся в чем-то, на что можем положиться. Сознательно или интуитивно, но мы ищем что-то, чему можем доверять. И когда мы находим этот объект доверия, жизнь обретает больше смысла. Мир становится лучше. Русский прозаик и драматург Василий Никифоров Волгин. В 1938 году написал рассказ «Солнце играет». Действие, описанное в нем, происходит в Москве в годы воинствующего атеизма. В канун Пасхи по городу были развешаны афиши, которые оповещали о предстоящей премьере баухульной комедии под названием «Христос во фраке». Главную роль играл известный актер и безбожник Александр Ростовцев. Большой театральный зал был переполнен. Под вихри иступленных оваций на сцену вышел Ростовцев. Он был в длинном белом хитоне, загримированный под Христа и нес в руках золотое Евангелие. По ходу пьесы артист должен был прочесть из этой книги два стиха из Нагорной проповеди, а затем швырнуть ее на пол «Подайте мне фрак и цилиндр». Актер медленно начал читать «Блаженны нищие духом, ибо их есть царства небесные, блаженны плачущие, ибо они утешатся». Неожиданно Ростовцев замолчал. Вдруг он вздрогнул и с каким-то испугом стал смотреть на раскрытые Евангелия. Руки его нервно теребили хитом, но вместо того, чтобы бросить на пол книгу, он вначале шепотом, а потом все громче продолжил читать. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». В театре стояла такая пронзительная тишина, что слышно было жужжание комара. «И в эту тишину лились живые слова Христа. Вы – свет мира, любите врагов ваших, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Так он прочитал всю главу до конца. Никто в зале не пошевелился. За кулисами шушукались и говорили, что артист так шутит, что это его излюбленный трюк, и сейчас он все превратит в веселый, пляшущий фарс. Но на сцене произошло нечто, заставившее впоследствии говорить почти всю советскую страну. Склонив голову, ростовцы умолитвенно произнес. «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». Он хотел сказать еще что-то, но в это время упустили занавес. А через несколько минут публики объявили, по причине неожиданной болезни товарища Ростовцева, сегодняшний наш спектакль не состоится. Сила евангельского слова оказалась сильнее безбожной агитации и богохульных частушек, что звучали в тот день на улицах столицы. Слово Господне вновь явило свою уникальную способность изменять судьбы людей. Говоря о важности Слова Божия в жизни человека, Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Ссылаясь на Писание Ветхого Завета, Он тем самым утверждает его истинность и незыблемость. Без слова нет духовной жизни, есть только жалкое существование тела, прозябающего в низменных страстях. Когда человек возвращается к чтению, а лучше к исследованию Священного Писания, он возвращается к Богу. Ведь не напрасно Иисус сказал, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». При чтении Евангелия происходит насыщение души, отсутствие Онного, как объясняет сам Христос, есть нежелание прийти к Своему Спасителю и Богу, а затем Он раскрывает самую главную проблему человечества. «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Сколько средств и усилий мы прилагаем к тому, чтобы уменьшить физическую боль в теле и продлить хотя бы на время себе жизнь. Заметьте, друзья, Христос говорит о вечной жизни. Вот от чего мы отказываемся. В то же самое время в нашей библиотеке среди множества книг бесспорно нужных и интересных находится драгоценная жемчужина, книга книг, автором которой является сам Бог. Вы скажете, я пытался читать ее не раз, но энтузиазма хватало ненадолго. Начинал читать с первой книги бытия и как-то очень быстро наваливалась такая усталость, что о дальнейшем чтении не могло быть и речи. Потом кто-то советовал начать с прочтения Евангелия, но опыт усталости и нежелания читать повторился. Господу хорошо известна причина нашей духовной нищеты. Послушайте, что он говорит. «Знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Что же нам делать? Я понимаю, насколько важно читать Библию, но есть множество «но», которые не дают моей душе напитаться живительными словами Спасителя. Есть одно простое, очень действенное решение. Нужно просто, как малое дитя, просящее у матери хлеба, попросить, не стесняясь, хотя бы искорку веры и любви к Богу, и вы увидите, как Господь начнет отвечать вам. Вот Его обещание. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Так однажды Иисус в одной из библейских историй предложил Самарянке у колодца Иакова воду, которая сделается в ней источником, текущим в жизнь вечную. На что женщина воскликнула «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды». Читайте, когда тяжело на душе. Читайте, когда есть время и когда кажется, что его вовсе нет. Читайте, когда от вас отвернулись друзья, когда вас унизили и презрели, когда печаль на душе. Читайте. Еще ни одна книга в мире не вызывала к себе, с одной стороны, столько любви и почтения, а с другой – столько ненависти и проклятий, как Библия. Одни люди умирали за Библию, другие убивали за нее. Она вдохновляла человека на величайшие и благороднейшие дела и хулилась им по причине его самых мерзких поступков. На протяжении человеческой истории одни люди сомневались в существовании Бога, другие же убежденно заявляли, что Он есть и проявляет Себя. Каким же образом Бог давал откровения о Себе и какова в этом роль Библии? Интуитивное понимание Божьего характера, получаемое посредством исследования и изучения истории человеческих взаимоотношений, голоса совести и природы, часто называют общим откровением, потому что оно доступно для всех и обращено к разуму человека. И Слово Господне подтверждает это. Небеса проповедуют славу Божию и о делах рук Его вещает твердь. Миллионы людей слышат этот голос. Солнечный свет, дождь, горы, реки, блаухающие цветы все свидетельствует о любящем Творце. Однако мы встречаемся с тем, что тот же солнечный свет может сделать плодородную землю выжженной пустыней. Дождь может превратиться в бурные потоки, сметающие все на своем пути. Красивые заснеженные горы таят в себе смертельную опасность схода снежных лавин. В человеческих взаимоотношениях можно увидеть примеры жертвенной любви, верности, но также и проявления ревности, зависти, гнева, жестокости и даже убийства. Вот почему в своей любви к человечеству Бог послал особые откровения о самом себе, Библию, чтобы помочь нам разрешить возникающие вопросы. В ней Он особым образом раскрыл себя нам, не оставляя никаких сомнений относительно своего характера, суть которого – любовь. Вначале Бог открывал Себя через пророков, а затем в личности Иисуса Христа было дано Его высшее откровение. Хотелось бы привести несколько интереснейших фактов о Библии. Первый. Библия – Богодохновенная книга. Вот что сама Библия говорит о своем авторе. «Ибо Я – Бог, Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось». Только божественное вдохновение могло предсказать возникновение и падение четырех мировых империй – Вавилона, Медоперсии, Греции и Рима. За 150 лет предсказать, что Кир будет тем правителем, который завоюет Вавилон, разрушенный Вавилон никогда не будет восстановлен. Египет больше никогда не будет занимать лидирующего положения среди народов. Предсказаны бедствия, которые обрушатся на землю в конце времени, моральное разложение и упадок духовности в последние дни и многие другие пророчества. Второй факт. Библейские утверждения получают научное подтверждение. Повесил землю ни на чем. Об этом научном факте записано в самой древней из библейских книг книги Иова. Он восседает над кругом земли. За сотни лет до того, как это стало известно людям, Библия говорила, что земля круглая. Все им и Иисусом стоит. Это ответ на вопрос ядерной физики, касающийся атома. Настоящая тайна атома заключается не в том, что он содержит сверхмощную силу, но скорее в том, почему он не разлетается на части. Ученые удивляются той совершенно неведомой для них загадочной силе, которая удерживает его целостность. Библия говорит, что этой таинственной силой является Творец сам Бог. Третий факт. Точность исторических утверждений Библии. Библия говорит, я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Библейские исторические утверждения являются достоверными. Все, что говорит Бог в своей книге, является истинным. Иногда доказательства археологов, ученых задерживаются, но проходит время, и все становится на свои места. Хотелось бы выделить еще один факт, который является одним из величайших чудес Библии, это ее единство. 66 книг Библии, написанные на трех континентах и на трех языках, находятся в полном согласии между собою. Библию писали 40 человек. Они различны по образованию, социальному положению, цари, пастухи, ученые, адвокаты, полководцы, священники, рыбаки и врач. Она писалась на протяжении 1500 лет. Она затрагивает самые разнообразные темы и сферы человеческого бытия. Ее писали люди, которые в большинстве своем никогда не встречались. Ее писатели были самого разного происхождения и образования. Попросите людей, видевших одно и то же событие, рассказать о происшедшем. Их описания будут сильно отличаться и практически всегда, так или иначе, противоречить друг другу. Библия читается так, будто задумана одним великим разумом. Так оно и есть. Все писатели Библии были движимы Духом Святым. Он является настоящим автором священных писаний. Пятый факт. Главным доказательством бодохновенности священного писания является измененная жизнь людей. Библия утверждает, «И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Измененная жизнь людей, последовавших за Иисусом и поминующихся Писанию, представляет собой самые трогательные доказательства бодохновенности Библии. И, наконец, в центре священного писания личность Иисуса Христа, предсказанный в пророчествах Мессия, Избавитель мира. Существует более 125 исполнившихся пророчеств. Вот некоторые из них. Рождение Иисуса от Девы, рождение в Вифлееме, предательство друга, будет продан за 30 серебряников, будет распят, погребен в гробе богатого, воскреснет в третий день и многие другие. Ветхозаветные предсказания о грядущем Мессии были настолько важными и столь явно исполнились в жизни Иисуса из Назарета, что сам Иисус использовал их, чтобы слушающие Его уверовали в Него, как в посланного Богом, Спасителя человечества. Бог милостиво приглашает нас и сегодня познакомиться с Ним через исследование Его Слова. В Нем мы найдем благословенную уверенность в спасении. Мы сможем сами убедиться, что Писание полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Через Него мы можем стать совершенными, готовыми ко всякому доброму делу. Добрый вечер. Меня зовут Кирилл Андреев. Вы смотрите продолжение программы «Удивительные факты» на телеканале Надия в прямом эфире. Напоминаем вам, что тема нашей первой программы «Осталось ли что-нибудь, чему можно доверять?» Только что мы просмотрели с вами видеосюжет, в котором в качестве объекта доверия нам была предложена Библия. Могут ли библейские тексты претендовать на непогрешимость? Разобраться в этом нам помогут наши эксперты. Александр Антонюк и Виктор Алексеенко. Добрый вечер. Добрый вечер. Приглашаю также вас, уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей беседе. Вы можете звонить нам в контакт-центр Надия и присылать вопросы по скайпу. В начале нашей беседы мне хотелось бы условно обозначить несколько тем относительно Библии как объекта доверия. Первое. Достоверность Писаний и событий, изложенных в них, наука и Библия, реальная жизнь человека и Библии, Библия и другие письмена или источники духовной жизни. Перейдем к первому вопросу. Как по мне, очевидно, это будет вопрос о фактах, потому что, если мы собираемся чему-то доверять, нам нужны факты. Первый вопрос звучит так. Есть ли какие-нибудь исторические подтверждения тех событий и имен, которые описаны в Библии? Конечно, есть. Если вспомнить, в 1964 по 70-е годы известный ученый, профессор Римского университета Паула Матиани, он раскопал древний город Эбла подле современного селения Тель-Мардика на севере Сирии. И когда он раскопал этот город, то он нашел, что этот город был уничтожен огнем. И это произошло порядка 1800 лет до нашей эры. И там тогда существовала письменность, и писали они, клинописная такая письменность, которую они отображали на глиняных табличках. При пожаре эти таблички хорошо обгорели и сохранились до нашего времени. И должен сказать вам, что ученые прочитали на этих табличках очень интересную информацию. Информация о сотворении мира, о потопе, информация о таких личностях, о которых упоминает Библия, например, как Авраам, Исаав, которого потомки и домляне были, Израиль, знаете, Измаил. Вот это очень важно. И еще, что очень интересно, что они нашли записи о древней цивилизации Содом и Гомора, которых сегодня не существует, этой цивилизации. Именно благодаря открытию, которое сделал Паула Матьяне, я должен сказать вам, что мы имеем сегодня потрясающие подтверждения библейской правды. То есть они являются свидетельством того, что это действительно реальные события, реальные люди. Потому что до этого времени, это так, потому что до этого времени только Библия утверждала, что существовала цивилизация Содом и Гомора. Паула Матьяне дал понять людям, что то, что говорит Библия, это правда. Спасибо. Спасибо вам за ответ. И следующий вопрос к вам, возможно, Виктор, или к вам, Александр. Какие еще параллельные источники сообщают нам о событиях тех дней? Достоверны ли они? То есть параллельные источники, я имею в виду какие-то письмена, историки, возможно? Ну да. Есть. Можно я еще отвечу? Если посмотреть, то вообще наука, археология, я в какой-то степени имею к этому отношение, потому что очень много раз посещал эти области библейской археологии и в ближайших пять дней, думаю, тоже выехать туда с группой для исследования некоторых вопросов. И должен сказать, что археологи открыли слишком много информации, которая поддерживает абсолютно библейскую истину. Например, в Библии пророк Даниил делает заявление, что науходоносор, известный царь Вавилона, построил Вавилон. Он, Даниил цитирует его слова, это невеличественный Вавилон, который построил я. В славу мне. И вы знаете, до недавних лет историки считали, что этот город, эту цивилизацию построила Семирамида. Однако, нужно отметить, что ученые, немецкий ученый, пришел, когда делать раскопки на место Вавилона, он во время раскопок нашел цилиндр, который сегодня хранится в Лондоне, в Британском музее. цилиндр, на котором написано проекты, проект науходоносора, и там цитируются эти же слова. Это ленивы, те же, которые были в Библии. Те же, которые написаны в Библии. Вы понимаете, и в Пергамском музее в Берлине, и в Британском музее в Лондоне сегодня хранятся очень много проектов Вавилона, которые... То есть, любой, любой человек может поехать и посмотреть. Более того, вы знаете, Колдуэй, который делал, ну, главным был при этих раскопках, он, Вильям Колдуэй, он нашел тысячи кирпичей, на которых стоял штамп или печать царя науходоносора. Поэтому я должен сказать, что, ну, не только это. То есть, понятно, события и люди, о которых написано в Библии, это все, в принципе, сейчас доступно. Можно проверить. Можно проверить. Даже если можно, один еще момент. Например, на стене храма Карнак в Египте должен сказать, что есть известная сусакимская надпись царяна, то есть, фараона Сусакима, который, скажем, написал, как он напал на Израиль, на Иерусалим, как он держал в осаде Иерусалим. Библия в Третьей книге царств цитирует примерно те же слова, которые он записал на этой стене. И благодаря тому, что расшифровали иероглифы в 1822 году, мы сегодня можем читать любые истории Древнего Египта, и поэтому много можно найти в подтверждении то, что Библия может открыть. и в дальнейшем, в принципе, эти открытия еще обещают нам чем-то парадом. Еще все в будущем. Меня интересует другой вопрос. Есть ли какие-то научные открытия в подтверждении того, что книги Библии датируются тем временем, о которых в них нет речи? То есть, это не то, что это написали там после современников Иисуса Христа, может, у них были какие-то данные, которые потом утеряны. То есть, книг-то много? Так. Когда-то, если можно, Виктор, я скажу, когда-то, когда я учился в школе, мой классный руководитель говорил, «Библия» это книгу, которую попы постоянно переписывают и подстраивают под нужную цивилизацию. Но я хочу сказать вам, что это, мне жалко моего классного руководителя, который не имел достаточно информации. Но должен сказать, что на самом деле «Библия» это книга, которой можно доверять. И мы знаем о том, что в 1947 году в Кумране, в Израиле, были найдены свитки, свитки Мертвого моря. Благодаря мальчику, который искал пропавшую козу, своего отца, Мухаммед Этхип, его звали. Благодаря ему он швырнул в расщелину скалы и услышал звук разбившегося ковшина. Он попытался туда взобраться, потом напугался, вдруг там какие-то демонические силы, там все такое. И он побежал за братом своим старшим и вместе залезли туда. И это дало практически возможность сделать самое большое открытие у всех времен открытия археологии. Потому что были найдены абсолютно все книги Ветхого Завета, которые датируются первым веком до нашей эры и первым веком нашей эры. То есть эта находка была на тысячу лет старше всех имеющихся до этого времени манускриптов. И поэтому я бы своему классному руководителю мог бы сегодня показать, что ни один батюшка, ни один священник не приложил руку для того, чтобы изменить Библию. Она та, которая была написана и дошла до наших времен без изменений. Спасибо. Спасибо. Вы смотрите программу «Удивительные факты» на телеканале Надия в прямом эфире. Напоминаем вам, что вы можете писать нам в скайп или звонить в наш контакт-центр. Мы также рекомендуем вам пособия по изучению Библии «Удивительные факты». Чтобы узнать, как бесплатно их получить, звоните и пишите в наш контакт-центр. Я хотел бы задать какой-нибудь вопрос из этого вручника, если вы позволите. Сразу открываю вторая, третья. Вот, например, на седьмой странице мы видим такой вопрос. Какое доказательство богодухновенности Писания мы находим, глядя на жизнь людей? То есть, с научными данными, с открытиями определенными, которые сделаны в археологии, в истории, это понятно. Сейчас каждый человек может посмотреть и убедиться в этом. Вот, действительно, один из удивительных фактов, как это было сказано Лениным Волощуком, это изменение, измененная жизнь человека, который начинает соприкасаться с Библией. Каждый из нас понимает, чтобы произошло изменение жизни, произошло изменение интересов, произошло изменение каких-то взглядов, приоритетов в жизни, должно с человеком произойти что-то чрезвычайно необычное, может быть, даже что-то сверхъестественное. Что интересно, Иисус Христос, который представлен нам в Библии как главное действующее лицо, Иисус Христос именно это изменение человеку обещает. По сути дела, каждый человек может это испытать на себе. Я могу говорить это о себе. Каждый, кто соприкасается с Библией, он ощущает какую-то силу, которая помогает ему в его жизни происходить, то есть проходить путем изменения, путем добрых отношений. Изменяются отношения в семье, изменяются отношения в обществе, изменяются отношения друг к другу. Это колоссальная сила, которую невозможно описать иногда словами. Вот мне очень нравится, в Библии есть такой призыв, приглашение. написано так «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вот, конечно же, очень сложно, рассматривая, например, картинки, определить, насколько вкусен тот или иной продукт. Сложно слушать, как кто-то рассказывает, может быть, только самые великие классики могут рассказать, как они описывают, и ты описываешь, то есть считаешь описание стола, за которым они сидели, можешь ощущать вкус этого продукта во рту. Но самое лучшее, чтобы узнать вкус этого яблока, просто его попробовать. Спасибо. Но мы еще вернемся к теме о жизни людей, о жизни их людей, как Библия влияет на их жизнь, а также к другим источникам духовной жизни. Мы прервемся на несколько минут, после чего продолжим нашу программу. Не переключайтесь. Реклама на телеканале Надея. Программа «Удивительные факты» это открытая дверь в мир Библии, истины которой не перестают удивлять и сегодня. Уникальный формат программы даст вам возможность лично принять в ней участие, задать интересующий вас вопрос, стать участником в студии в прямом эфире, получить бесплатное пособие по изучению Библии, познакомиться с удивительными фактами на сайте интерактивной школы biblefact.info. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте, скайпу, или узнайте больше на сайте biblefact.info. Ищите также нас в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер. Все записи выпусков размещены на сайте программы. С возвращением на «Помолитесь за меня». Добрый вечер. Мы всегда рады молиться у каждого из вас. Мы хотим услышать, как Бог помогает вам. Бог может исцелить и даровать свои благословения для каждого. Молитесь Ему, и Он обязательно ответит. У вас есть время сообщить своим друзьям о том, что наша программа уже началась. Она вызначает перебіг истории. Она руйнует империи. Она зміниет життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разум знамое. Любовь. Высшее чувство. Любовь. Открыта людям, самим Богом. С 18 октября по 1 декабря каждую пятницу, субботу и воскресенье в 18.00. Смотрите в прямом эфире христианскую программу «Истории вечной любви». Вы смотрите программу «Удивительные факты» на телеканале «Надия» в прямом эфире. Напоминаю вам, что тема нашей программы «Осталось ли что-нибудь, чему можно доверять?» Мы остановились на взаимоотношениях людей со священным писанием. И пока мы... У нас была небольшая пауза, нам в скайп пришел такой вопрос. Если Библия подтверждает научные факты, «Почему многих ученых именно церковь сожгла на кострах заелись?» То есть мы возвращаемся немного к теме назад, потому что мы необходимо ответить на этот вопрос. Ну, мне хотелось бы ответить на этот вопрос следующими словами. Действительно, не всегда было так все безоблачно, как может казаться сегодня, когда мы рассуждаем о Библии, о ее будохновенности и о ее сотрудничестве, скажем так, с наукой. Не всегда было так безоблачно. Были времена, когда и наука, и Библия были в конкретной вражде друг против друга. Не Библия сама, а те интерпретаторы Библии, которые брали на себя право ее толковать. Поэтому, когда сегодня мы смотрим во времена средневековья, его так и называют «темное средневековье», это были времена, когда действительно, если бы Библия была доступна народу, если бы Библия была доступна в прямом изучении... Но Библия же была доступна церкви. Почему они поступали против Библии? Существует такая неприятная сегодня вещь, которую мне приходится констатировать. Очень многие священники, которые во времена «темного» средневековья совершали службы церковные, которые были ответственны за просвещение народа, эти священники сами практически ничего не знали из того, о чем говорит Священное Писание. То есть, как это, они не читали Библию, и они строили какую-то свою теологию? К сожалению, очень многие священники в то время не читали Священное Писание, не имели на это ни какого-то права, и не имели к этому прямого доступа, потому что Библия была в очень ограниченных количествах. Библия была предметом запрещенным для чтения, и плюс еще, мы знаем, что когда нет вот этого просвещения от Библии, когда нет его для людей, начинают процветать различного рода на теле, даже церкви, начинают процветать различного рода спекуляции. То есть я понимаю, в средних веках Библия была недоступна, сейчас после реформации, которая была, я так понимаю, Мартином Лютером произведена, Библия стала доступна народу. То есть и сейчас мы можем говорить о том, что уже читая Библию, мы можем как-то сопоставлять ее с тем, что происходит в церкви, и что происходит в науке. То есть у меня у самого возникает такой вопрос интересный. То есть если мы поговорили о научных, все-таки я не могу пока отвлечься от темы о науке, если мы поговорили о научной достоверности подтверждений в Библии, то как объяснить тот факт оказалось бы в достоверных открытиях науки о возрасте Земли? Потому что, насколько мне известно, то Библия утверждает, что Земле около шести тысяч лет. А наука говорит о том, что Земле около четырех миллиардов лет. То есть вы чувствуете, что огромный разрыв, огромный диссонанс в этом вопросе? Да. Ну как это объяснить? Неужели либо одни заблуждаются, либо другие заблуждаются? То есть либо одни вообще в темном веке сейчас находятся, либо другие. Ну я думаю, что проблема существует в том, что есть несколько видов или же направлений, идей, как определяется возраст той или иной вещи или же, скажем, Земли, возраст, там, какой-то планеты. И есть один из методов, это расщепление урана, а другой метод, который мы знаем, это, ну и это не единственный, который я назову, это в зависимости от того, сколько опадает, или, ну, опадает на Землю слой никеля. из-за этого мы можем сегодня, ну, скажем, сделать определенные, ну, скажем, ставки, что возраст вот такой, или возраст вот такой. Но должен сказать вам, что на самом деле, на самом деле, если посмотреть на науку, то наука в 1870 году, прошу прощения, в 1770 году сделала заявление, что нашей планете, нашему миру всего 70 тысяч лет. Но после, в 1902 году уже, сделала наука заявление, что 2,5 миллиарда лет. Но она же развивается. Развивается наука. А как даты увеличиваются? Как они умножаются? Они умножаются со скоростью света. Вы понимаете? И если сегодня посмотреть, с 1902 года, то сегодня мы знаем, во всех учебных заведениях учат, что нашему миру, нашему миру 4,5 миллиардов, 4,6 миллиарда лет. То есть, я не сомневаюсь в том, что, возможно, через некоторое время кто-то хорошо потрудится, получит Нобелевскую премию и напишет такой труд, который поможет. Я прошу прощения, если позволите. Подождите, я просто вот интересно. Хорошо, вот мы объясняем, что там есть такая трактовка, потом наука заблуждается, потом она развивается, начинает по-другому трактовать. Но вопрос о динозаврах. То есть, мы все это знаем, мы все это учили в школе, что это было так давно. Как объяснить, что были пришельцы, или это они жили до Библии? Смотрите, начало 19 века. Это время, когда развивается теория об эволюции. Это время, когда написана книга Чарльзом Дарвином о происхождении видов. И это время, когда человечество начинает философски объяснить происхождение Земли в отличие от того, что говорит Священное Писание. Для того, чтобы совершалась эта эволюция, совершался процесс эволюции, для эволюции необходимы годы. Не тысячи, и даже не десятки. Для того, чтобы что-то из ничего появилось, чтобы что-то из хаоса смогло конструктивно соединиться, необходимы миллиарды лет. Поэтому сегодня научный мир заинтересован в том, чтобы искать любые косвенные факты к тому, чтобы доказать на нашей Земле 4,5 миллиарда лет. То есть, грубо говоря, наука просто работает против Библии. Наука просто работает против Библии. Но существует другая наука. Существует наука и ученые-креационисты, которые верят в творение, и которые приводят массу косвенных фактов, которые свидетельствуют, что нашей Земле не может быть более 10 тысяч лет. То есть, я понял, у них тоже много, множество аргументов. Ни один, ни другой, ни одну, ни другую теорию нельзя проверить в лаборатории. Поэтому и то, и другое это вопрос. Хорошо, спасибо. Спасибо за этот ответ. Вы смотрите программу «Удивительные факты» в прямом эфире, где мы вместе с нашими, с помощью компетентных гостей пытаемся выяснить, является ли Библия тем источником, которому можно доверять. Вы можете присылать нам свои вопросы по скайпу через контакт-центр «Надия». Ваши вопросы, на которые мы не успеем ответить в течение прямого эфира, будут обязательно переданы нашим экспертам, и ответы на них вы найдете на сайте программы biblefact.info. Хорошо, вот я зачитываю сейчас вопрос. Вопрос из скайпа. Сейчас, секундочку. Как я могу знать, что в моем украинском переводе Библии написано именно то, что в оригинале? То есть, вы понимаете, сейчас Библия была написана на каком языке? Еврейский, древнееврейский, греческий язык. Да, то есть, каким образом при переводе не утратился смысл текста библейского? Вообще, мы можем говорить сегодня с уверенностью о том, что каждая копия Библии, которую сегодня люди или покупают, или им дарят, она абсолютно идентична по тексту тому, что написано в оригинале. Почему? Сам процесс переписывания Библии, он всегда был тщательно контролируем. У нас есть сведения о том, что традиция переписывания Библии, эта традиция просто доходила до какого-то математического подсчета. А кем она была контролируем? Властью, церкви? Нет. Сначала традиция переписывания Библии была контролируема ответственными за это переписчиками. Это были целые, ну, скажем, назовем сегодня таким словом, институты переписывания Библии, начиная от древних веков и до сегодняшнего практически дня. Сегодня существует различного рода библейские общества, которые контролируют любые издания Библии. Сегодня нельзя вот так вот просто Библию напечатать, кто-то захотел, кто-то перевел, ему захотелось, и вот мы напечатали Библию, и вот она уже имеет то ли один перевод, то ли другой перевод. Если эта Библия напечатана библейским обществом, то ли российским, то ли украинским, то ли всемирным библейским обществом, это гарантия, это факт. То есть они все придерживаются определенных канонов. Можно мне еще? Да, пожалуйста. Дело в том, что Библия говорит о том, что Господь делает заявление, что Он сохранит слово свое. Это есть в тексте священного писания. Да, это в псалтыре написано. И вот что интересно, что Библию переписывали это глубоко верующие люди, которые боялись Бога, чтобы сделать ошибку какую-то. Они хотели передать именно то, что Бог хотел передать. Уже в принципе у других людей не возникало никакого интереса. Я думаю, что... Следующий вопрос очень актуальный для сегодняшнего времени. Мне интересно. Сегодня много книг, претендующих на звание «Духовное наследие», «Духовное просвещение». То есть почему в современном мире человек должен выбрать именно Библию? Ведь сегодня множество религий. Буддизм, конфессионство, ислам, индуизм. Можно их перечислять просто десятками. Некоторые связаны с Библией, некоторые вообще не связаны с ней. Ну, практически, если сегодня говорить о самых наивысших духовных ценностях, то, конечно же, каждая религия, она исповедует или же несет свет о тех или иных духовных ценностях. И невозможно, как сказано в той же самой Библии, положить другого основания этим духовным ценностям и вере в них, кроме того, что говорится в Библии и в этих книгах. Но суть в чем? Когда мы посмотрим на текст Библии, мы увидим, что она приводит нас. Каждая книга Библии, 66 книг Библии канонической, нас приводит с той или другой стороны к одной личности. Она приводит нас к Иисусу Христу. То есть, особенность Библии от других книг в том, что у нее есть Иисус Христус. Открывает нам Иисуса Христа, которого она называет Спасителем, обещанным Спасителем. Вопрос, возможно, возникнет, от чего Спасителем? Ну да, прошло уже, как я понимаю, со дней Иисуса Христа прошло уже две тысячи лет. Почему, как бы, ну, на то время Иисус был Спасителем, сейчас мир настолько изменился, и сейчас актуален Иисус? Почему не актуальны новые религии, скажем, которые, они подхватывают это новое течение технических, техногенного какого-то развития, прорыва? Да, мир изменился, действительно. Еще несколько лет тому назад, может быть, десяток, два, три, невозможно было даже подумать о тех изменениях, которыми мы сегодня запросто пользуемся. Наши дети сегодня, которым пять, шесть, семь до десяти лет, они намного продвинутее в техническом вопросе, чем их родители, современные родители. Но мир изменился внешне. Внутренне же мир, по сути дела, остался точно таким же. Вы посмотрите, эгоизма не стало в жизни меньше. Хотя есть очень много книг различного рода, которые помогают человеку совершенствовать свой характер. Не стало в этой жизни меньше ненависти, не стало в среде людей меньше зависти, не стало меньше вражды. Наоборот, мы видим, что вроде бы, как, казалось бы, изменяются условия существования, изменяются быт человека, изменяются его материальные возможности. А человек в своих духовных, к сожалению, не совсем лучших качествах, остается таким же, каким он был сто, двести, тысячу лет тому назад. Даже больше того, наши бабушки и дедушки говорят сегодня, глядя на поколение наше, что в их жизни, во время их поколения не было такого разврата. И я очень боюсь, что когда мы, если даст Господь жизнь на этой земле, мы состаримся и будем глядеть на мир, который придет на смену, вот скажем, в нашем поколении уже в старом, мы будем тоже об этом говорить. Поэтому сегодня мы можем констатировать, человечество остается в своем стремлении делать зло таким же, а то и хуже. И поэтому идеи, которые Библия несет, спаситель, который должен это человечество спасти, который спасти от грехов их, так прямо и сказано в Евангелии от Матфея. Спасти от чего? Ведь я понимаю, что мы как умирали, так и умираем. Совершенно верно. Но вот Евангелия от Матфея в первой главе, стих 21, мне очень нравится этот текст, потому что там заложено в этом пророчестве данным ангелом Гавриилом Иосифу, сыну, то есть отцу, названному отцу Иисуса Христа, удивительное пророчество о Христе. Там сказано так, что родит сына, дева, Мария, жена Иосифа, и ты наречешь ему имя Иисус, и там очень красивое пояснение, ибо он спасет людей своих от грехов их. Самая важная и центральная личность в Библии – Иисус Христос. То есть, давайте коснемся вопроса немного, вопроса о пророчествах. То есть, а есть ли в Библии пророчества, которые не исполнились? Или все пророчества Библии исполнились? Можно я скажу? В книге пророка Даниила в 12 главе есть написано, что в последнее время умножится знание. Знание во всех сферах. И я должен сказать, что мы сегодня можем видеть вот этот прогресс технологический, который действительно, за которым угнаться практически невозможно. И мир, кажется, развивается. Но то, что говорил Виктор, на самом деле человек со своим естеством остается тем же. Когда мы посмотрим на библейские пророчества, почему Библия отличается от всех других религиозных, скажем, или же книг, или же, скажем, там, духовной литературы? Чем она отличается? Она отличается своим пророческим весом. В Библии около пяти тысяч пророчеств. Пяти тысяч пророчеств. Около пяти тысяч. И самое главное, почти все исполнились четко, как прописано в Библии. Хорошо, но есть ли какие-либо пророчества, которые мы могли бы сказать? Вот есть такое пророчество, и завтра, там, послезавтра оно исполнится. Или вот, смотрите, оно исполнилось вчера, например. Конечно, есть. Какое? Ну, например, вот вы знаете о том, что... Ну, я скажу вот то, что было не так давно. Когда в 2004 году произошло цунами. Помните, землетрясение. На юге, да? То я должен сказать, что у Библии есть написано, что в последнее время... Это слова Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 24 глава Евангелия от Луки. Четко написано, что в последнее время будет много бедствий. И написано, и море вас шумит, и возмутится. И вот то, что произошло в 2004 году, в декабре месяце, вы знаете, вот это цунами, оно ответ на слова Иисуса Христа. Ну, разве раньше не было никаких катастроф? Просто сейчас у нас есть средства массовой информации, которые постоянно говорят нам о том, что там произошло землетрясение, там произошло цунами. Хорошо. Просто они и раньше существовали, но просто там не было такого доступа. Если вы знаете, то люди, которые изучают, сейсмологи, которые изучают вообще систему землетрясения и их развитие, они утверждают следующее, что землетрясения с каждым годом увеличиваются. А в Библии у пророчества написано, что в последнее время умножатся землетрясения. Пожалуйста. Пророк Иисуса говорит по этому поводу, шатается земля, как пьяный. Да. Спасибо. То есть у нас есть вопросы зала, пожалуйста, вам слово. Скажите, в чем актуальность Библии именно сегодня? Простите? В чем актуальность Библии именно сегодня? Ну, мне кажется, мы благотвечали на этот вопрос или нет. Потому что в Библии, и даже я могу сейчас ответить со слов экспертов, то есть ее актуальность в том, что чисто человеческие качества, они не изменяются со временем. То есть техногенный процесс. Еще можно было бы сказать о том, что одно из таких для нас неприятных пророчеств, которые мы встречаем на каждом шагу в Библии, оно говорит о ее актуальности. Какой? В послании апостола Павла есть такое выражение. Он говорит, что знай же, что в последнее время люди будут сребролюбивы, будут ненавидеть друг друга, будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И вот когда мы видим сегодня, рассматриваем наш мир, мы замечаем, что люди, как написано опять же в Библии, что люди будут делать зло с ненасытимостью. Вот сегодня, к сожалению, мы замечаем вот эту вот вещь. Если раньше, к примеру, то же самое Римская империя возьмите, люди приходили, рассаживались на аренах, на этих сидениях римских амфитеатров и наслаждались кровопролитием гладиаторов. Сегодня, и тогда это не был удел всех, сегодня эта римская арена может прийти к нам домой, мы смотрим по телевизору сегодня бои гладиаторов, мы сегодня смотрим, как льется кровь. Сегодня наверняка одним из самых востребованных жанров кинематографа является жанр ужасов. Людям нравится проливать кровь, нравится убивать, стрелять, нравится разврат, насилие. Это все сегодня пришло к нам в дома. Да, сегодня каждый человек в этом мире, он выглядит красиво в галстуке, в туфлях хороших, лакированных и так далее. То есть Библия просто ограждает и направляет взгляд человека совершенно в другую сторону. Библия направляет его в другую сторону, показывает ему другую жизнь, показывает ему другие ценности, показывает ему спасителя, который может эти ценности и эту жизнь реализовать. Хорошо, спасибо. Время нашего эфира подходит к концу. Возможно, вы хотите что-то сказать по измененной, по актуальности Библии в современном мире. Для меня достаточно, в принципе, аргументов, то, что мир движется к своему жестокости, к своему финалу. Это видно не в другом взгляде. Можно я еще скажу? Я думаю, что Библия не утеряла своей ценности. И очень жаль, что многие люди сегодня пренебрегают возможностью читать Библию. И даже сегодня существует в мире очень много конфессий, церквей. Но как хотелось бы, чтобы люди находили время... Об этом мы поговорим в следующих программах. Спасибо. Надеемся, что после этого эфира у вас найдется достаточно аргументов для того, чтобы принять свое собственное решение относительно того, может ли Библия в современном мире быть тем источником доверия, на который можно положиться. Мы встретимся в следующую среду в 20.00 для обсуждения одного из самых неоднозначных и в то же самое время самых актуальных вопросов человечества. Кто является причиной всех несчастьй и какова природа происхождения зла на Земле? Тема нашей следующей программы «Сотворил ли Бог дьявола?» До встречи на телеканале «Надея». Спасибо. 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 Спасибо.